Малокарачаевский район Малокарачаевский район Малокарачаевский район до сих пор заставляет наши сердца сжиматься от боли. Мы помним тех, кто ровно 20 лет назад стал жертвами жестокости, которой нет оправдания. Вечная память всем погибшим, 186 из которых дети. В столице Кабардино-Балкарии на Альчике состоялась церемония открытия улицы имени Героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева. В торжественном мероприятии приняла участие делегация Карачаева-Черкесии, во главе с первым заместителем председателя правительства республики Физыром Чекуевым и представителями рода Баташевых. Теперь одна из улиц Нальчика, ведущая к самому крупному образовательному учреждению Кабардино-Балкарии, будет носить имя Героя России Канамата Баташева. Талантливого летчика, посвятившего всю свою жизнь покорению неба и внесшего неоценимый вклад в защиту нашей Родины, ее населения и интересов. По этой улице ежедневно будут проходить порядка полутора тысяч детей, и стремящихся получить новые знания, вырасти и стать достойными гражданами своей страны и малой Родины. Наверняка кто-то из них, вдохновившись историей подвига Канамата Хусевича, выберет профессию летчика. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов выразил благодарность главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову за инициативу увековечения имени нашего земляка и отметил, что память о Герое России Канамате Баташеве будет воспитывать и укреплять патриотический дух у всех жителей Великой России. Современная школа на тысячи мест распахнула свои двери для учеников в селе Учкикен Малокарачаевского района. В торжестве принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. Седьмая средняя общеобразовательная школа имени Бориса Узденова была построена в рамках нацпроекта образования. В новом учреждении есть возможность всесторонне развиваться и расширять свои таланты. Алихан Лепшоков подробнее. Совершенно новая и современная школа в селе Учкикен открыла свои двери для тысячи школьников. Примечательно, что именно в год семьи был построен этот объект и в первый класс пошли 120 малышей. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов поздравился с собравшимся с началом учебного года и с вводом в эксплуатацию данного образовательного учреждения. В Малокарачаевском районе за последние годы было построено 2 школы, 5 школ отремонтировано. Построены детские сады больше чем на 700 мест. Здесь район уверенно развивается и уверен, что мы и дальше будем район поддерживать во всех сферах жизнедеятельности и, конечно же, в системе образования. С большим нетерпением ждали открытия школы родители наших учеников. Мать шестерых детей, выпускница этого образовательного учреждения Фатима Байрамкулова, от имени родительского коллектива выразил благодарность главе республики и всем, кто помогал в строительстве данного объекта. Мы ее очень ждали, представляли себе, но результат превзошел все наши ожидания. Огромная, красивая она открыла двери нашим детям и дала возможность учиться в новой школе. Я хочу выразить признательность педагогическому коллективу, который растит в достойных выпускников, которые могут прославить нашу страну и малую родину. Желаю всем добра, здоровья и мира. Работа новой школы позволит снизить в Малокарачаевском районе количество детей, обучающихся во вторую смену. Для нас, учителей, это особенное событие, потому что школа – это не просто работа, это наш дом, наша жизнь. Чувство радости и гордости и волнения переполняют наши сердца от того, что мы будем работать в этой прекрасной современной школе. Она станет родным домом не только для учителей, для всех наших учеников, которые здесь будут постигать науки, учиться отличать добро от зла, станут настоящими патриотами своей родины. Уважаемый Рашид Бориспиевич, спасибо вам огромное. Благодаря вашей поддержке мы получили замечательный подарок. После глава республики вместе с первоклассниками, которые являются детьми участников СВО, перерезали красную ленту и торжественно открыли двери новой школы. Рашид Темрезов посетил кабинеты, где проводятся уроки по робототехнике, и также провел урок в рамках разговоров о важном – на тему семейных ценностей. В школе есть просторный актовый зал, функционируют большой и малые спортивные залы, где дети могут посещать различные спортивные секции. Вместе с главой региона в образовательном учреждении побывал и участник СВО Рашид Акбаев, который остался под большим впечатлением от увиденного. Мы тоже, как участники специальной военной операции, очень рады, что подрастающее поколение будет учиться в таких условиях, как сейчас говорил с директором школы. Я один год здесь учился на подготовительных курсах, сам с Красного Кургана, конный завод. И здесь год учился, но в старой школе. Просто тогда невозможно было представить, что будет такая школа. В школе уютно оборудована столовая на 250 мест и с пищеблоком с современным оборудованием. Для учащихся учеба в этом прекрасном здании будет наполнена знаниями и новыми открытиями. Сегодня мы пришли в новую школу. Это для нас очень радостное событие. Раньше, когда мы учились в старой нашей школе, она была старой. Она была построена 64 года назад. Во дворе новой школы функционируют две спортивные площадки для футбола и баскетбола, где в свободное время дети могут уделять особое внимание физическому здоровью. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии провели мероприятие в рамках акции «Помоги пойти учиться». Главная цель – занятость и образование несовершеннолетних, оказание содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Полицейские также организовали мероприятие благотворительного характера, обеспечили нуждающиеся семьи детской одеждой, обувью, школьными принадлежностями. Сотрудники полиции во взаимодействии с органами исполнительной власти проверяют семьи, состоящие на учете, выясняют, все ли дети из этих семей готовы к началу учебного года и принимаются меры, чтобы все, кто должен быть за партой, вернулись к учебному процессу. Акцию МВД России традиционно поддерживают органы власти, общественники, частные лица, предприниматели и средства массовой информации. Каждый год меня сюда приглашают, чтобы себе одежду купить на школу, еще, чтобы старые вещи уже все не носить, они уже маленькие становятся. У меня сегодня много сотрудников, особенно в Зареме. Говорю спасибо Зареме. Ну, кеды, кроссовки, все подошло, мяч, много штанов, пиджак. В сегодняшней благотворительной акции присоединились сотрудники прокуратуры и судебных приставов. Нуждающимся семьям была оказана помощь в приобретении одежды, обуви и школьных принадлежностей. Данные мероприятия сотрудниками полиции проводятся ежегодно, стали доброй традицией, направленную на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А сейчас смотрите информационно-правовую программу «Вести. Дежурная часть» с Ахматом Халкечевым. Итоги за август.